всем привет дорогие друзья рад вас снова видеть на нашем канале вот наконец-то вышла и завершающая серия нашего так называемого реалити шоу где мы строим наш рендей центр нейтан это будет исключительно такая обзорная экскурсия с какими-то моеками моими комментариями на протяжении всего ролика про то что мы за этот период сделали какие мы проводили работы я прям буду рассказывать немножечко вот о нашей работе за этот период пока вы будете смотреть как же выглядело само производство я думаю это самый оптимальный интересный формат вот отдельно хотелось бы сказать что у нас появился сайт нейтан ком там мы написали описали да вы можете узнать все весь спектр услуг которыми мы занимаемся надеюсь кому-то это будет интересно и полезно и консультации вот курсы все-таки у нас выходят наверное мы сейчас их немножечко переформатируем чтобы это было для начинающих и начинающих но чтобы это было более понятно потому что как показала практика первый курс очень много сил у нас занял то есть пришлось погрузиться туда уж совсем как индивидуальные занятия а далее мы уже второй курс не запускали сделали просто индивидуальные занятия набрали очень много клиентов чуть больше чем мы планировали люди проявили заинтересованность очень рады на самом деле могли помочь многим я надеюсь если вы есть и смотрите ролик и можете написать в комментариях могли ли мы вам помочь довольны ли вы сотрудничеством с нами вот что еще хотел бы сказать ну надеюсь серия вам понравится давайте посмотрим ну начнем мы нашу обзорную экскурсию конечно же с инсектария инсектарий один из важнейших этапов производственных мы на него потратили самое большое количество времени потому что оптимизация работы инсектария влечет за собой самые практически большие затраты как по персоналу так и по площадям а значит по затратам электроэнергии и прочих там сопутствующих затрат поэтому даже сетки которые мы разработали в итоге по результатам работы рендешника несли максимальный функционал их ширина высота длина количество приманок вплоть до того какое количество планочек в яйцесборниках должно быть на 1 2 там последующие дни работы инсектария чтобы оптимизировать эту работу каждый каждое движение каждое действие в инсектарии это время а значит это деньги владельцев это деньги людей которые управляют этим производством нам надо было добиться самых лучших результатов конечно же отдельную работу мы вели по оптимизации качества маточника потому что мы понимали что с одного грамма яйца мы получаем вот столько-то личинки если это плохой маточник то там мы получаем меньшее количество яйца это совсем другие расчеты по подготовке маточника как правильно вырастить хороший маточник это огромная огромная ежедневная была работа и помогают оказывать услуги по оптимизации уже действующих производств по созданию новых производств мы понимаем как это все отличается на объемах там небольших там 200 500 килограмм личинки в день как это отличается на объемах там тонна 5 10 тонн в день личинки какие этапы можно автоматизировать какие этапы нельзя автоматизировать где надо привлекать и обучать качественно как говорится высококвалифицированный персонал где можно использовать низкоквалифицированный персонал который не сможет ничего испортить или запороть потому что там четко прописаны его там действия все это очень важно в последующей нашей работе нам это конечно очень пригодилось отдельную работу мы провели конечно же по площадям для выращивания потому что если сразу заселять мелкую личинку то она занимает огромные площади на протяжении большого количества времени это все нам тоже удалось оптимизировать и временами даже не в два раза намного больше в несколько раз мы смогли оптимизировать площади которые нужны для выращивания самой личинки очень большая работа проведена была с рационами на протяжении всего времени работы инсектария вы могли видеть много роликов которые мы выпускали как выращивать на овощах какие результаты на помете на пивной дробине это малая часть тех исследований которые мы провели в рамках нашего рендей центра конечно все эти результаты нам сейчас тоже помогают в работе с клиентами по созданию им производств под их требования глеб ввел большую работу по тому какое количество личинки надо заселять в каждый ящик потому что это прям очень скрупулезная работа пять тысяч десять тысяч пятнадцать двадцать на какое количество корма как они его проедают если закладывать сразу корм на весь цикл роста личинки при каких климатических условиях и других условиях они его хорошо проедят чтобы последующем этот зоогумус хорошо сеялся а личинка выросла полноценной чтобы не было перерасхода личинки потому что вы же понимаете что заселить мелкую личинку и дать ей недостаточно корма и она проест его весь великолепно будет все хорошо сеется но личинка будет мелкая недокормленная это перерасход инсектария то есть мы большее количество яиц должны получить получить небольшое количество личинки это тоже баланс очень важный и эта работа велась конечно отдельно и она действительно очень ценная а что еще могу сказать по каким-то климатическим историям по выращиванию на разных рационах была проведена работа те же овощи они допустим не греются те же отруби греются с пометом отдельные климатические условия ну и главное результат чтобы все проедалось не оставалось корма в нужный день с минимальным сроком выращивания личинки то что в предыдущей серии говорил про вибросита да мы его действительно очень серьезно переделали но в итоге мы получили действительно классный результат потому что все очень хорошо просеивалась личинка зоугумус был рассыпчатый нигде не залипал все было здорово качество личинки в последующем просеете личинки непосредственно влияет на затраты при ее переработке потому что если личинку потом надо мыть или перепросеивать второй раз это конечно же затраты на больших объемах производства это колоссальные затраты также мы поняли какие этапы можно автоматизировать то есть где можно использовать какие-то манипуляторы где можно использовать какие-то конвейеры какие они должны быть какие они задачи должны выполнять и даже слегка изучили разные методы переработки личинки разные методы автоматизации производства изучили опыт коллег по всему миру австралийских производителей нидерланды еще какие-то страны во франции германии производства мы изучили где могли дотянуться до их технологических решений и где мы общались хорошо с ними конечно мы тоже делились с ними каким-то опытом но вы же понимаете что далеко не все мы им рассказывали как и они нам я уверен отдельная задача у нас была по созданию цеха переработки потому что есть разные методы сушки личинки есть разные методы и и последующий переработки мы понимали что есть инфракрасные сушилки свч есть какие-то другие методы переработки мы практически все это попробовали мы даже сделали научную практическую работу на базе Института технологического, где нам произвели изолят белка, то есть полностью научные работы по изоляту белка из черной львинки. Это такой потенциал, скажем так, в пищевую индустрию. Очень важная была история с получением качественного жира, с качественного липида, потому что, да, использование его в кормовой индустрии – это, конечно, очень здорово. Но мы понимали, что его можно использовать и в косметической промышленности, и в фармакологической промышленности, как получить качественный жир. Мы делали многочисленные испытания на состав жирнокислотный, на витамины, микроэлементы, на то, что меняется в этом составе при использовании разных рационов и кормов. У нас даже был опыт, когда мы кормили личинку только морковкой и смотрели, может ли повыситься у нее витамин А. То есть, ну, вот таких опытов было очень много. Конечно же, мы не выкладывали процентов 90 этой информации в сеть. Это наши наработки, которые мы сейчас уже используем, когда консультируем производителей или строим производство, или, опять же, в курсах у нас очень много рассказано будет. Очень много сил мы потратили на то, чтобы получить нужное качество муки. Потому что тоже зависит и от рациона, и от метода переработки, и от температурных режимов сушки. Ну, на самом деле, очень от многих позиций. Какая жирность? Если мы говорим про маслопресс, да, то есть, можно чуть ослабить шнек и получить более жирную муку. Что мы получаем в итоге? Короче, огромное количество исследований, испытаний и так далее. Отдельно еще мы прорабатывали технологические инструкции для персонала. То есть, не только в цехе выращивания, но и в цехе переработки. То есть, мы в итоге, если в начале работы у нас в цеху переработки использовался труд трех человек, то в итоге оказалось, что это может делать один человек, если грамотно оптимизировать и выстроить все технологические процессы. И по факту, это же огромная экономия для производителей в последующем, для владельцев хозяйства, для владельцев производства своих. Что еще могу такого рассказать? Что мы еще такого сделали за время существования РНД-центра? Конечно же, это одно из самых важных наших направлений была сертификация производства. Потому что на тот момент еще не было постановления в России, которое вышло в конце прошлого года, о том, что продукция из черной львинки вносится в реестр и так далее. Мы понимали, что эту продукцию надо как-то сертифицировать. То есть, она вся должна сопровождаться ветеринарными документами, протоколами, чтобы эта продукция могла использоваться в кормах в последующем, без каких-либо, скажем, особенностей. То есть, просто на общих основаниях, уже со своими какими-то функциональными плюсами. Для этого мы тоже наше производство полностью сертифицировали, получили санитарно-гигиеническое заключение на производство, получили ветеринарный сертификат на производство. Вся продукция сопровождалась необходимыми протоколами, декларациями на кормовую продукцию и отправлялась. Причем по ЕАЭС у нас производство было сертифицировано на ЕАЭС. То есть, мы могли отправлять даже между странами, входящими в ЕАЭС, со всей необходимой документацией ветеринарками на общих основаниях по кормовой продукции. Это очень было для нас важно, потому что нет ни одного на сегодняшний день в России в ЕАЭС производства, которое может похвастаться тем, что оно полноценно сертифицировано. Не местным каким-то ветеринарным органом, который говорит, ай, мы вам выпишем ветеринарное свидетельство разовое на продукцию, а именно с декларацией и со всеми делами и качество продукции должно было соответствовать по токсичности, тяжелым металлам и так далее, и так далее. С методами получения муки мы очень много поработали, ее качество, ее, как сказать, крупность фракции. Мы отработали разные варианты и понимали, какой оптимальный должен быть и состав муки по аминокислотам, по витаминам, минералам, как это все оптимизировать, как создать ее минимальную стоимость для того, чтобы в последующем наши клиенты могли рассчитывать на то, что мы знаем, чем мы занимаемся. Очень много работы было проведено с целью сбора информации научной, что на сегодняшний день есть, какие испытания есть по использованию в кормах для птицы, для поросят. Также мы проводили очень много своих испытаний со свинокомплексами, которые тоже дали нам свои результаты. Ну вот и завершилась наша так называемая реалити-шоу. Вы увидели результат. Конечно же, мы не рассказали тут всех аспектов технологических решений и так далее, то, что мы рассказываем, если вы приходите к нам обучаться или заказываете услугу по консалтингу вашего производства, уже действующего по оптимизации, или вы хотите построить свое производство, конечно же, мы расскажем. Но тут, к сожалению, сами понимаете, мы там все детали прямо рассказать мы не можем и не хотим, особенно говоря. Но вы в целом посмотрели, как это может выглядеть. Это вот то самое производство на 200-500 килограмм личинки в день. Конечно, здесь у нас использованы огромные площади для такого производства, но мы теперь понимаем, что это можно сделать на совсем других площадях и как это сделать. Скажем так, вот такой результат был многомесячной нашей работы, чему мы несказанно рады. И именно этот опыт позволил нам заниматься сейчас тем, чем мы занимаемся, а именно помогать вам и помогать тем, кто планирует сделать свое собственное производство. Не перестаю говорить о том, что на сайте у нас есть сейчас база производителей продукции из черной львинки и покупателей продукции из черной львинки. И, к сожалению, есть покупатели, нету поставщиков, потому что, как оказалось, да, есть крупные производства, есть какие-то более-менее большие производства, особенно в России, в странах ЕАЭС, но, к сожалению, ни одно из них не способно обеспечить надлежащее качество продукции, то есть или продукция не проходит по токсинам, тяжелым металлам, или продукция не сопровождается всей необходимой документацией, для того чтобы в последующем ее можно было использовать в производстве кормовки, декларации, ветеринарных свидетельств. Если вы планируете все-таки работать в этой индустрии по-взрослому и хотите, так сказать, чтобы ваше производство было надлежащего уровня, а главное, чтобы это производство было, как сказать, рентабельным, чтобы вы могли поставить цену, с которой будете зарабатывать, потому что цена имеет тоже большое значение, как вы понимаете, то можете к нам обращаться, написать заявку на сайте. Мы можем провести или аудит вашего производства, или оказать услугу по созданию вам производства от и до. Опять же, на сайте в разделе консультаций по созданию производства, если перейти на страницу, вы увидите, какие этапы мы оказываем, на каком и каждый этап оплачивается отдельно, планируется отдельно. У нас не стоит задача, скажем так, сделать работу ради работы. Мы делаем производство сразу на результат, с полной ответственностью за результат и за то, чтобы вы были довольны. Я уверен, что если есть среди вас те, с кем мы уже сотрудничали, вы напишите в комментариях, понравилось ли вам с нами работать, получили ли вы результат, которого вы ожидали. Так что увидимся дальше уже просто в роликах, будем делать какие-то ролики. Возможно, я найду какой-то новый формат сейчас, потому что производства нету, а, в принципе, рассказывать какие-то вещи уже из прошлого материала пока не вижу смысла. Возможно, будет какой-то новый формат, возможно, мы будем осматривать как-то индустрию. Я подумаю, пока что у меня есть время на это. Но, в принципе, у нас достаточно много работы по консалтингу, поэтому добро пожаловать в сотрудничество и увидимся на канале.